Спортивный туризм популярен у юношества. Причем идти в горы для тренировок совершенно не обязательно. Да и посоревноваться на пешеходной дистанции с искусственным рельефом вполне возможно в современном спортивном зале. Здесь спортсмены набирают навыки переправы, различных спусков и подъемов на скорость. И, конечно же, могут выяснить, кто из них лучший. На краевых соревнованиях по спортивному туризму побывали и наши корреспонденты. На первый этап Кубка Краснодарского края, открытые краевые соревнования по спортивному туризму, на пешеходных дистанциях, на искусственном рельефе, в славянский спорткомплекс «Лидер» приехали команды 10 городов и районов Кубани, а также из Адыгеи, Крыма, Ростова-на-Дону всего более 250 спортсменов. Цель наша, конечно же, формирование сборной Краснодарского края. И здесь ребята показывают свои навыки, приобретенные в течение года тренировочного процесса. И далее уже участие во всероссийских мероприятиях. Почему Славянский – один из районов, в котором есть зал, оборудованный под проведение спортивных соревнований. И квалифицированная судейская бригада, которая готова принять сам район, скажем так, удобно расположен в центре практически Краснодарского края. Спортивный туризм хорошо развивается в Крыму. Крымские спортсмены, выступая на соревнованиях, уже побывали во многих регионах России, что их очень радует. Для меня это очень интересно и познавательно. Помимо туризма мы изучаем проведение нашего Крыма, а также остальных регионов России. Мы занимаемся очень долго, и поэтому мы ездили много по России, у нас много друзей. Зрелищный спорт очень популярен и в нашем районе. В отделении спортивного туризма детско-юношеской спортшколы «Белая ладья» занимается много перспективных ребят. Вид спорта развивается в нашем муниципалитете. Он растет неизбежно вместе с общероссийскими тенденциями. Как бы так, небольшое отступление нынче уже начинают проводить международные соревнования по туризму в том числе. И мы как бы в струе в этом смысле принимаем участие во всероссийских стартах и думаю, что дорастем и до международных в том числе. Славянские спортсмены, получая солидную теоретическую и практическую подготовку, все увереннее чувствуют себя на престижных соревнованиях. Этот спорт мне понравился тем, что он разнообразный. Мы выступаем не только в закрытых помещениях, как вот здесь в зале. Мы можем выступать еще на природе, в лесу, среди гор, лесов, костров и остальных более красивых, чем в других видах спорта, ярких запоминающихся местах. Сестра Никиты, наблюдая за тренировками брата, давно уже мечтала заняться спортивным туризмом. И вот ее мечта стала реальностью. У меня все получается, мне очень нравится, я серьезно отношусь к своему делу и мне очень интересно и нравится. Зрелищность соревнований не может не покорять сердца. Спортсмены преодолевают навесную переправу, спускаются и поднимаются с помощью троса и специальных приспособлений, покоряют скалодром. И все это нужно сделать технически чисто и затратить на преодоление всех препятствий времени меньше, чем соперники по соревнованиям. Славянские спортсмены выступили успешно. В открытых соревнованиях Краснодарского края на высшую ступень пьедестала почета взошли Екатерина Шураева, Никита Шеврин и Елизавета Казакова. Она же одержала еще одну победу, работая в связке с Елизаветой Истоминой. В копилке славянцев еще два серебряных и три бронзовых результата. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.